Моахес 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 Войну и неблагоприятной погодой с цветами лотоса и в то же время воспринимали как пожирателя пленных. Этого бога часто изображали с ножами в обеих руках. В храмах города Тарему, где поклонялись Моахеса, содержали прирученных львов. Храм Моахеса располагался рядом с храмами богинь Баст и Сехмет. Древнегреческий историк Клавдий Ильян писал, «В Египте поклоняется львам, и там есть город, названный в честь них. Львы имеют храмы и многочисленные места, в которых бродит плоть валов, поставляется им ежедневно. И львы едят под звуки египетских песен. Иногда в гробницах высокопоставленных египетских вельмож находят мумий львов. Предполагается, что они там символизируют Моахеса, который должен защищать умершего в путешествии через загробный мир. С той же целью использовали и фигурки-амулеты в виде самого божества. Но так вкратце из Википедии о Моахес. В древней гриппской мифологии длинной головы бог войны, грозы, бури и испепеляющие жары. Его имя означает «Тот, кто правдив рядом с ней». Пока-пока, до свидания.